Девушки отдыхают Захаровский дом культуры проводит традиционную выставку детского творчества в рамках ежегодного окружного конкурса «Рождественская звезда-2021». Работы объединяет тема праздника Рождества Христова. А сегодня у нас праздник. Праздник, потому что, во-первых, мы все вместе собрались. Праздник, потому что сегодня на нашей площадке здесь, у Захарова, у Владимира Львовича Винницкого уже традиционно мы проводим 18-й выставочный конкурс наших ребят, которые, в общем-то, очень талантливы, креативны. Они подготовили свои работы, и мы традиционно хотим их поблагодарить и поздравить. В этом году радость особенная. Увидеть работы, поздравить победителей удалось, как говорится, вживую. Конкурс проводили с соблюдением всех санитарных норм, хотя для творчества не может быть запретов, уверены организаторы. Все эти запреты, которые существуют с антиковидными, они не распространяются на творчество. Творчество детское не остановить, оно неубиенное. Дети настолько хотят участвовать в этой выставке, что, я вам скажу, конечно, из-за ковида стало немножко меньше. Работ 800, но это тоже очень большая цифра 800. Дети приносили работы в апреле месяце на пасхальный свет и радость. Мы не могли привезти, но было их тоже почти 900. Для настоящего творчества, для искреннего выражения внутреннего творческого состояния человека, независимо от возраста, или это маленький, только вступающий в жизнь человек, или это подросток, уже обладающий некими навыками в каких-то областях искусства, или это уже взрослый, состоявшийся мастер, опять же, в абсолютно любой сфере искусства. Ни для кого из них нет препятствий для самовыражения. Победителями конкурса «Рождественская звезда-2021» стали более ста ребят. Ляна Ландоридзе – обладательница гран-при главы Одинцовского округа. Говорит, рисует, сколько себя помнит, а идею участвовать в конкурсе и изобразить храм Василия Блаженного подсказал педагог. Она именно победила меня на участии в этом конкурсе, и она мне дала идею изобразить именно храм Василия Блаженного, потому что это настоящее достояние русской архитектуры, и, мне кажется, именно этот храм ассоциируется с Рождеством. Картина Лианы написана маслом в стиле импрессионизма, полна ярких красок и словно излучает свет. Такие работы идут из глубины души. Божественные темы имеют такое свойство, что чем больше они держатся в сердце, тем глубже они проникают. Поэтому ребенок в течение всего периода, пока делает свою работу, он живет этим праздником, сердце его согревается, радуется и запоминает это, я думаю, на всю жизнь. Именно поэтому конкурс «Рождественская звезда» стал не просто областным, но и самым крупным в России, а для организаторов – настоящим семейным делом. Я хочу поблагодарить семью Владимира Ивановича и Ольгу за то, что они, вы знаете, именно собрали вокруг себя таких замечательных людей, потому что это колоссальный труд. Это же не только наши картины, это и подделки, это такое семейное творчество. И, конечно, очень приятно, что именно у нас здесь в округе такой, знаете, такой добрый, теплый, замечательный конкурс. Благочиние, Комитет по культуре и управлению образованием является учредителями конкурса. Местное отделение «Единой России» активно поддерживает его в рамках реализации проекта «Культура малой Родины». «Рождественская звезда» непременно взойдет вновь, чтобы собрать юных, талантливых, творческих одинцовцев. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова